Мои дорогие зрители, как я мучаюсь с этими птицами. Это последний раз, что я их приютила. Вот сейчас вышла на этот балкон и на меня опять что-то прыгает. Я сижу, разговариваю по телефону, а на меня что-то прыгает. Посмотрите, какой у нас грязный балкон. Вот это похоже на Светлану, видите, даже газета упала. А на этой газете миллион этих, миллион. Я надеюсь, что они улетят сегодня. Наши голубки улетят, и мы заживем с мужем спокойно, чисто, все почистим, все помоем. Ну, что же вы за мамочкой не летите? Мама зовет, мама зовет, мама вон села нам. Давай, давай, ждут вас родственники крылышками. Молодцы, молодцы! Боже, как я счастлива буду, как я буду счастлива, друзья мои. Посмотрите на мой срач. Боже мой, мне плохо, а там миллионы и плохо. Подходить туда с той стороны боюсь. Я вас благословляю в путь. Давайте к свободе, в мир. Волшебный мир ждет вас. Друзья мои, мне не верится, мы сделали это с Сашкой вам. Конечно, он первую грязь убрал, потому что я такая покусанная, что он не дал прикоснуться. Вот так мы убираем, почистили все, аж не верится. Сейчас мусорный пакет этот с мусором. Не верится, видите? Все убрали, все помыли. Вот цветочки, окна, все. Боже, неужели это, этот момент пришел? Всем привет, мои дорогие друзья. Лечу, как пуля. Куда я лечу? На зумбу. Хочу и с вами поговорить тоже. Сегодня у нас была генеральная уборка с мужем. Вообще, у меня последнее время, три дня я работаю. По бизнесу очень много работы. Команда инвестирует прекрасные возможности. Это не для неверующих, а для умных, продуманных людей. Те, которые разбираются, что происходит в мире. И что я делала? Вот я как приехала из больницы, больше не выходила из дома. Первый день сегодня. Стресс у меня от покусов, от укусов, покусов. Вот такие руки везде, в области паха, везде. Что-то здесь не хватает. А, деревья посрезали. Видите, как деревья посрезали, поэтому что-то не хватает. Так вот, мои дорогие друзья, у меня такое состояние, нестояние, если можно сказать. Я с утра просыпаюсь и вчера до 10 вечера работала. Башка мой уехал куда-то с другом. Хорошо. Хорошо, мне не нужно было готовить ужин. Так вот, я легла, отключилась в 12. И утром в 5 или в 6 он приехал. Вот. Дома-дома, даже позавчера раскроила брюки, заловки последние, но пошить некогда было. Может быть, завтра мы поедем к свекрови моей, надо ее проведать. Посмотрим, как типа. Ну, очень много, очень много дел. Даже пока не могу сообразить, что сказать, потому что бегу на плугу. Боже, какое счастье, что я пришла на зомбу. Мокрая, как курица. Мой самолет прилетел. Посмотрите, какая я мокрая. Мокрая, мокрая. Как хорошо мы провели время. Попрыгали. Там такая ситуация, такая обстановка отображевательная. Нету слух, друзья мои. И это предпоследние наши занятия. Друзья мои, мы с Ашкемчиком едем к нашим родителям. Я еду на перевязку, на процедуры, манипуляции, какие-то уколы. Так что вот, наконец-то я дошила брюки. Сегодня, если вы видели, в каком я темпе работаю, в каком я темпе живу интересном. Мы опять пришли, где Ашкем этот. Знаете, куда пришли, где я вам показывал свадебное платье? Ну, короче говоря, мои дорогие зрители. Ашкем, я хочу купить пижаму, маечек подарить ей. Потому что, когда мы лежали в больнице, я смотрю, что у нее нет своего оттока. Одна сестра дала дочь, а другая сестра мне так душа заболела. Куплю я ей пижамку сейчас, моя хорошая она женщина. Наконец-то мы дома. Я уже тут разложилась, переоделась, приготовилась к роли невестки. Друзья мои, я купила пижаму такую хорошенькую. Зашли мы в городе, переоделась уже, готова к труду и обороне. Не знаю, жарко вроде бы, не жарко. Вот у них столько салонов в Турции, да, я бы сделала несколько спальни. Такой цветочек у меня есть. Такой зять. Вот это новенький цветок, который в больнице подарили. Как-то так. А посмотрите, ей там уж мало. Ее никто не собрал, и она вся испортилась, висит. Как жалко, да? Пошла я работать. Эндер пошел подстригаться. Он так оброс, и некогда нам даже что-то сделать, куда-то пойти. Так все чистенько, классно. Смотрите, как чистенько. Видите? Вот все у них есть. Здесь есть все абсолютно. Но живут на третьем этаже. Им нравится вот это все. Типа деревни. Мы на месте. Какая жара здесь. Посмотрите, какие здесь питомцы. Розовенькие, красные, желтенькие. Я с Инымчиком погуляла чуть-чуть. Затем поменяла ее. Сейчас мы будем делать мангал скоро. Вот такой цветочек я тоже хочу. У меня его нету. Вот такой красивенький, надо сказать Инымчику. Столько у меня цветов уже. А этот какой красивый, смотрите. Они, кстати, собираются в скором времени поехать в деревню. Послушайте, какой классный цветок. У меня такого нету. Надо украсть. Пока Инымчик спит, надо украсть. Что не будет с ней? Она же тоже не ворует цветы. Какой красивый он. Я не знала, что он такой красивый. Вы понимаете, какая красота. Розочка у нее здесь. Смотрит, она очень любит. А гранатиков столько будет, да? У рожайчика. И лук зеленый есть. И мята. Мне надо тоже мяту посадить на улице. А я тоже возьму вот так, да? Видите? Вот так сейчас украдут. Воровать надо цветы, чтобы они росли. Вот. Спрячу сумку, пока не видят. А невестка чем занимается? Невестка, пока у нее тихий час. Почему-то я здесь расслабляюсь. Вы знаете, сейчас, в принципе, я посмотрела своими глазами, что много чего здесь не надо делать. Ну, сейчас нетрудно с ней. Мама сама встает уже в туалет, да? Конечно, каждый день будет легче, да? Швы у нее в области промежности порезали и сошили. Трудно, конечно. Живот тоже порезанный весь. Перевязку делать не надо, ничего не надо, укол надо делать. Очень жарко, они поэтому хотят в деревню поехать, потому что действительно очень жарко. А я вот одела эти штаны, потому что привезла, которые пошила для заловки. Задыхаюсь от жары в моих спортивных. А у меня еще покусанная. И так стала этот зуб чесаться. Это кошмар какой-то. Так что вот, пока я лежу, я кофе выпила. Эндер пошел здесь подстригся на районе. Отец сказал, что если здесь будет так же жарко, то они спустятся на второй этаж. Там, конечно, хорошо. Я не понимаю, зачем они здесь делают. Так все чистенько, хорошо, смотрите. Цветочки, да? Деревня настоящая здесь, у них по третьем этаже. Вот эти хоромы. Потолок какой. Эти хоромы наши сможем. И мы, да? Наследство оставили. Вот. Мама захотела мясо. А мы будем с курицей, шашлыком. Вот так вот, мои дорогие. Так хочется спать, отдохнуть. Я приехала сюда, посмотрела. Тут много чего и не нужно. Один раз в неделю можно. В принципе, они уже скоро и уедут. Укол я сделаю попозже. Они там разговаривают пока. Вот такие дела мои дорогие. Цените родителей, пока они здоровы. Дай Бог моей мамочке здоровья. И вашим родителям тоже здоровья. И вам здоровья. Радости, счастья и мирного неба. Мы тут все в готовке. Особенно я. Вот салат готовлю. Эндер ушел и не пришел. Мангал готовится. Дай когда же, что ты беру килового перзола? Бин? 100 лир. А, на 100 лир вот это. Бин лир, а это киловое. 100 лир. А киловое 400 лир. Представляете, сколько стоит? Для супруги готовит. Старается. Баба Дим. Я, как папарацци, надеюсь, меня не застукают. Не скажут, что-то снимают. Кушает мяско. Эндер. Баба Дим. Я говорю, я настоящий папарацци. Вот, видите? Так классно вообще. Такой вкусный шашинечок. Будем кушать. А я пошла салатик делать. Вот, чуть-чуть показываю вам прелести. Нашей жизни. Какая у нас вкуснотища получилась. Ашки, мы готовим. Какой вкусный стол у нас. Мы уже начали кушать. Ой, все в дыбу. Ой, мне на цветочке сижу. Болечечек ел бинды. Бозду. Видите, какой у нас вкусный стол. Приятного нам аппетита. Друзья, мы приехали почти. По дороге зашли и купили с мужем вот такие тапочки. Вот, поло. Нам пришлось пересесть. Вот сколько у нас сумок. Мы взяли мясо, куры. Дома покажу. Борода, где ты, ашкинкой. И я в сандалии. Ну, привет, привет. Чудеку, я. Чудеку, я. Чудеки, ашкинкой. У нас упала я этот ашкинкой. Мы, знаете, зашли сюда. Лимонад говорю. Лимонад. Четыр кюрнефе. Будем кушать Дон Дорма. Дон Дорма хотели кушать. Боже, как это вкусно. Ой, чёк лезет ли ашкин. Та ты на бак. Сэндавар. Айне. Какое вкусное мороженое. Вот так мы сегодня с Ашкином проводим время. Приятного нам аппетита. Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться.